Что не хватает у сороконожки? Ног! Встаем ко мне лицом! Благодаря двум десяткам четвероклассников, пластиковая сороконожка из гимнастических палок и обручей обретает ножки. Солнышко свои лучики, а дети – хорошее настроение и физическую подготовку. Учительница Елена Лохина старается каждое занятие сделать для детей интерактивным и интересным. Старалась не сидеть на месте, себя развивать, чтобы было где-то интересно. Участвовала во всех конкурсах, посещала уроки открытые у учителей-профессионалов. Здорово, что мне на пути встречались такие учителя-профессионалы, у которых можно было учиться. Как результат – наши здоровые дети. И пока одни отвечают за воспитание здорового тела, другие заботятся о светлом разуме. Валентин Степанов начинал свой профессиональный путь в сельской школе и сразу преподавателем по четырем предметам – литература, русский, немецкий и английский языки. Спустя 25 лет он профессор, ученый и общественный деятель. Доктор наук уверен, в образовании важны не только энциклопедические знания, но и личный яркий пример. Я очень рад тому, что в моем случае работа – это еще и хобби. Можно назвать это трудоголизмом, а можно просто активной гражданской позицией. Когда все вместе воспринимается и обучение, и исследование, и познание жизни. За свой вклад в воспитательный и образовательный процесс педагоги удостоены звания заслуженных работников образования Российской Федерации. На торжественном мероприятии соответствующие медали им вручил лично губернатор Дмитрий Миронов. Вы управляете предприятиями, делаете научные открытия, воспитываете подрастающее поколение, вкладывая в молодых людей весь свой опыт, все свои знания. Вы работаете на будущее всего региона и нашей страны. И, как никто, достойны наград и почетных званий. В парадном зале художественного музея награждали не только педагогов, но и людей, проявивших себя в других сферах, а также в общественной и социальной работе. Государственных наград удостоены более 10 жителей Ярославской области. Наталья Антонова, Георгий Иванов, День в событиях.